Еще раз всем привет! У нас появился новый модуль Media. Он предназначен для персонализации рекламы. Какой у нас сегодня план? Сначала мы поговорим, для кого будет полезен данный модуль. Расскажу несколько примеров эффективных механик, которые наши клиенты уже запускают с помощью этого модуля. Покажу, как это просто и быстро настраивается в системе. И после этого отвечу на все ваши вопросы. Для кого же модуль Media будет полезен? Он будет полезен в первую очередь для тех, кто уже запускает рекламу в социальных сетях и поисковых системах Яндекс, Фейсбук, ВКонтакте, MyTarget. Вы сейчас ищете способы повысить эффективность объявлений с помощью персонализации. Либо хотите оптимизировать бюджеты, сократить расходы на ненужные показы. Но вначале я расскажу немножко о Mindbox, если кто с нами не знаком. Mindbox — это платформа автоматизации маркетинга. И в основе нашей платформы лежит CDP — платформа хранения клиентских данных. Мы агрегируем в себя все first-party данные из разных источников. Из мобильных приложений, сайта, оффлайн-касс, ERP-систем и других. С помощью этих данных вы можете отправлять рассылки, персонализировать сайт, настраивать персональные промо-акции. И также вы теперь можете использовать собранные first-party данные для оптимизации медиарекламы. На какие две ключевые метрики вы можете влиять с помощью нового модуля? Вы можете увеличить конверсию за счет персонализации, сделать более привлекательное ваше объявление. Либо вы можете оптимизировать бюджет, сократив расходы на ненужные показы. Перейдем к примерам. Какую же рекламу можно запускать на first-party данных? Например, возврат оттока с высоким чеком. Предположим, у вас есть клиенты, которые очень много покупали и вдруг перестали покупать. Вы хотите их найти в социальной сети. Они перестали реагировать на e-mail, смс, канал. Это можно сделать с помощью настройки аудитории и попробовать догнать человека в социальных сетях. Другой пример может найти похожих людей с помощью look-alike. Например, когда у вас есть суперлояльная аудитория в программе лояльности, которые вступили, покупают, и вы хотите найти похожую аудиторию для того, чтобы пригласить их вступить в программу лояльности. Другой пример направлен на оптимизацию бюджетов. Вы, наверное, замечали, что когда вы смотрите шуруповерт на сайте и потом приходите в оффлайн, покупаете его, вы свой шуруповерт будете видеть еще несколько недель. С помощью медиа вы можете передать в рекламные кабинеты информацию о том, что на этот сегмент не нужно уже показывать ретаргетинговую рекламу. Таким образом сократить, сэкономить денег. Но это еще не все. Есть и обратный сбор контактов. С помощью модуля можно настроить форму в удобной социальной сети Instagram, Facebook, ВКонтакте. В пару кликов подружить с Mindbox и начать собирать лиды для того, чтобы дальше коммуницировать с клиентом в удобных каналах. И это все работает без сторонних приложений наподобие запера, интеграмата и уж тем более без разработки. Давайте я покажу, как это все работает в нашем интерфейсе. Для этого нам понадобится для начала создать сегмент аудитории в Mindbox. Дальше создать связку. Это значит создать связку, указав в ней какой сегмент, в какую аудиторию в рекламном кабинете нужно передавать. И дальше запустить эту связку для того, чтобы она автоматически раз в сутки передавала сегмент в нужную аудиторию в поисковой или рекламной сети. Для того, чтобы настроить связку, вы открываете в Mindbox интерфейс настройки медиарекламы, выбираете нужный шаблон, например, из Mindbox в Facebook, выбираете параметры подключения. Здесь нужно выбрать рекламный аккаунт, это требование Facebook. И дальше нужно выбрать аудиторию. Аудиторию можно выбрать ранее созданную, либо добавить непосредственно из интерфейса в Mindbox. Добавляем пользовательскую аудиторию, выбираем, что данные являются хэшированными. Здесь нужно будет указать еще сегмент клиентов, который мы хотим отправить в социальную сеть Facebook. Нажимаем сохранить и далее запускаем. Связка начинает работать после момента запуска и автоматически обновлять аудиторию через 24 часа. Я сейчас активно собираю обратную связь. Меня можно найти в форме сбора в Facebook. либо есть QR-коды, Telegram, e-mail. Если вы существующий клиент, вы можете написать своему менеджеру. Если вы хотите побольше узнать о Mindbox, со мной на звонке... На звонке, извиняюсь. Со мной на трансляции Игорь. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Да, Андрей, еще раз привет. На самом деле сейчас пришло время для вопросов. Возможно, они у вас появились. Их можно задавать прямо сейчас в чат. Приходят они к нам с небольшим опозданием. Поэтому пишите. Будем отвечать. Но вот Екатерина Качаева уже написала. Это не вопрос, а, скажем так, обратная связь. Собирать самим лиды из соцсетей – кайф. Прямо то, что нужно. Супер. Предлагаю не стесняться. Да, задавать вопросы открыто. Будем отвечать. Чем больше вопросов, тем лучше по итогу инструмент, как правило, получается. Так, отлично. Есть первый вопрос от Евгения Жук. Можно ли выгрузить список ID, на которые прошла реклама? Это вопрос номер один. Список идентификаторов из социальной сети? Нет, пока нельзя выгрузить. Можно выгрузить. Нет, пока нельзя. Напишите мне на почту механику, которую вы хотите поддержать. И зачем это вам нужно. Мы сейчас активно развиваем этот модуль. Поэтому, возможно, в ближайшей перспективе это появится. Нужно просто посмотреть, как это делается с помощью API. Отлично. Второй вопрос также от Евгения. У него их три. Как запустить рекламу на Lookalike аудиторию? Нужно создать аудиторию в Facebook. И, соответственно, вторую аудиторию создать Lookalike на предыдущую аудиторию, которую вы передали. Так, отлично. Спасибо, Андрей. Третий вопрос от Евгения. Как работать с аудиторией более 1 миллиона человек? Да, я забыл упомянуть. Извиняюсь. Мы сейчас... У нас есть ограничения у этого модуля. Передача аудиторий больше 1 миллиона пока недоступна. Это связано с некоторыми ограничениями в медийных кабинетах. Есть ограничения у MyTarget и у Яндекс. Но мы обязательно это поборем. По крайней мере, до верхних пределов у MyTarget, по-моему, 5 миллионов. Думаю, научимся передавать точно. Так, отлично. Идем дальше. Вопрос от Сергея Шопика. Список рекламных платформ, доступных сейчас. Список рекламных платформ это Яндекс, Фейсбук, Гугл, MyTarget, Инстаграм и... А, Гугл Эдс. И сейчас в разработке Критео. Отлично. Вопрос также от Евгения Жук. Как загружать креативы? Креативы загружаются непосредственно в рекламных кабинетах. Вы там же создаете креатив, настраиваете компанию. Единственное, что вы выбираете аудиторию, на которую этот креатив распространять. И аудиторию за обновление аудитории отвечает Майнбокс. Пока в планах создания креатива из интерфейса Майнбокс не планировалось. Спасибо. Вопрос от Ян Ян. Как вы определяете аккаунт в соцсети, если известен только телефон? Это определение мы. Когда вы в Фейсбук грузите хэшированные данные, Фейсбук, зная вас, зная ваш номер телефона, находит вас, собственно, в своей черной коробке. Также это делает и Яндекс, и Гугл, и все IT-гиганты, у которых есть большой охват. Спасибо. Вопрос от Ильи Калядина. Я правильно понимаю, что Майнбокс обновляет аудиторию в рекламных кабинетах, а дальше на стороне рекламного кабинета настраивается реклама? Да, все так. Коротко. Да, коротко и емко. Вопрос от Екатерины Качаевой, скорее даже дополнение. Лиды можем только из наших же клиентов собирать. Вы на примере загружали аудиторию. Как установить ЦА, целевую аудиторию? Не очень понял вопрос. Вы создаете форму и показываете эту форму всем контактам. Не знаю, можете вообще охват включить, огромный, там, в возрасте от 20 до 25 лет. И дальше, соответственно, те люди, которые придут из этой формы, мы о них уже что-то знаем. У них просто будет информация о том, что он еще раз заполнил форму. Не знаю, ему можно отправить там промокод. А есть люди, которые первый раз попадут в Майнбокс, и для них настроить отдельный сценарий при попадании в базу Майнбокса. Например, начислить бонусные баллы. Спасибо, Андрей. Вопрос от слева и выше. При отправке одного и того же сегмента в несколько площадок возможен ли сценарий минимизации пересечения между этими площадками? Чтобы контролировать частоту показов, как это можно делать в ДМП? Хороший вопрос. Пока нельзя. То есть мы, получается, сегменты аудитории отправляем как есть. Если вы настроите в Google, Facebook, VK и в MyTarget настроить передачу, то мы одновременно будем передавать во все рекламные кабинеты одинаковую аудиторию. А настраивать между ними показы надо изучить. Запишу себе. Спасибо. Отличный вопрос на проработку. Вопрос от Елизаветы Гомеевой. А как потом в Facebook увидеть данный сегмент? Если вы создадите аудиторию из Майнбокса, то эта аудитория появится в вашем интерфейсе в бизнес-аккаунте Facebook. Если вы создаете заранее аудиторию, то эта аудитория подцепится и будет отображена в интерфейсе Майнбокса. Так, отличный вопрос от Ольги Копыловой. Как получить презентацию? Ольга, я думаю, можете оставить свои контакты. Мы обязательно вам все отправим. И следующий вопрос. Есть ли на вашей стране функционал обогащения first-party аудиторий с помощью сторонних third-party данных? Сторонний ДМП, ОФД, телеком и построение новых сегментов с использованием этих данных. Ну, смотрите, вы можете отправлять в Майнбокс любые законно-незаконно полученные данные. Мы эти данные агрегируем в себя. Если вы можете из своей ДМП-системы отправить данные для того, чтобы дополнить профили сетей, профили клиентов, то можно. А сами мы автоматически не ходим в ДМП-системы, не обогащаем данные. Спасибо. И еще вопрос от Евгения Жук. В дополнение, мне кажется, к предыдущему. Можно ли в блок медиа грузить сторонние сегменты в виде CSV-файлов? А зачем? Поясните, пожалуйста, зачем. Пока ждем дополнительного комментария. Вопрос от Анастасии. Будет ли запись вебинара? Да, будет. Мы ее обязательно выложим на YouTube. Пока ждем еще вопросы. Пока что это все. Игорь, я думаю, что оставшиеся вопросы можно будет прислать нам на почту, либо написать мне в Telegram или в Facebook. Собственно, твои контактные данные. Ну, единственное, я Telegram твой опечатался. Пишите нам на почту, в Telegram, в Facebook, куда удобно. Будем обсуждать и дальше с вами развиваться. Да, спасибо. Всем спасибо. Да, и всем хороших выходных.